очень длительный срок тебя были какие-то перерывы в общем употребление ты пытался как-то бросить может быть ты где-то лечился что ты пытался сделать вообще вот но с этой историей или тебя все устраивало в твоей жизни спасибо не конечно же не устраивало меня много вот начав употребление 17 лет тяжелых наркотиков я столкнулся с тем то что ну все у меня рушится совершенно прежде всего доверие семьи я начал красть дома я потерял многих друзей которых считал интересными ребятами начал общаться с употребляющими я столкнулся с тем первый раз что я просто не могу бросить мне очень сильно хочется от этого отойти но я не могу но это первые ломки тем не менее в то время мой организм дал мне какую-то способность это просто перенести самому и в тот же момент у меня появилось чувство уверенности что я смогу это делать дальше то не так страшно я смогу и дальше и дальше что у тебя есть выбор бросить до продолжать употребление да я в какой-то момент на какое-то время прекратил употребление ну совсем небольшой период времени начал опять нагнал еще большую дозу потом меня родители родители мы тоже не понимали всей сути проблемы но увидели что со мной происходит но что-то непоправимое они меня решили отправить к родственникам за границу голландию жить они не понимали что это как голландия ну в общем не отправили туда отправили это был прям такой скандал меня отец вообще говорил прям перед отъездом я набрал себе вещества начал употреблять его вот мы выезжаем через 15 минут я употреблял его в туалете это поняли зашли за мной увидели там все атрибуты употребления после меня отец не начал бить это тебя просто сейчас посажу и все я боюсь тебя отпускать тут и наркоман возможно он тогда и был прав тем не менее это помогло мне я переехал голландию страну где много наркотиков они легальны я тяжело наркотики прекратил употреблять только на страхе того что я потеряю потеряю свою семью потеряю отца заменил их легкими курительными через полтора года я вернулся в ростов ну и начал употреблять новой силой прям отдохнувшим так вот в тот момент я понял видел свое дно что я люблю в любой ситуации возвращаешь наркотиком меня мысли только наркотиках я все вижу весь мир и вижу только через призму наркотиков если с кем-то общаюсь что это я преследую цель или деньги на наркотики либо сами наркотики в любом случае что еще пытался сделать сам пытался вот вообще бросить какие-то кризисы были мощные в жизни очень серьезно вот какие-то тяжелые вообще события связаны с наркотиками но это в основном кризисы кризиса дома в семье потому что она мне таких проблем и за наркотиков как бы законом не было семью я тоже семью не успел завести был кризис последнее время да вот мое последнее употребление вернусь вернусь тому то что встречался с тем что мои друзья умирали но это вселяло у меня страх что хорошие ребята которых я видела какой-то потенциал видел поддержку я равнялся на них спортсмены друзья просто на моих глазах раз и умирали я бросал бросал какое-то время не употреблял опять-таки мне это давало какую-то уверенность себе то что я могу вот они не смогли бросить я могу друзья уезжали в центра отправляя родители в том числе 12 шаговая центра религиозная центра я опять в этот момент просто бросал это имеют у близкий прям круг близких сопотребителей когда кто-то умирал или уезжал я бросал бросал какое-то время не употреблял последнему периоду употребления у меня был такой момент жизни то что я на два с лишним года но оставался чистым я нашел бога как-то понимаю то что тоже эта работа выше силы не жизнь моя как-то столкнула меня с людьми которые интересуются духовными практиками послала мне литературу в тот момент я находился в лагере строгого режима у меня было очень много времени я обложился литературой переехал в самый спокойный отряд и с утра до вечера медитировал читал молился занимался собой успел что-то добиться да когда вышел из лагеря да я пошел сначала работать физически быстро очень проявил себя в строительной сфере открыл строительную организацию набрал команды ребят вокруг ну в общем не нужно было как-то развиваться и причем я чувствовал себя кучу энергии которую опять-таки получал давала мне моя высшая сила столкнувшись наркотиками меня никакого в жизни не было что так все полетело крахом за такое короткое время просто я позволил себе сначала покурить очень быстро употребить что-то назально буквально уже через две недели опять кололся кололся и причем закидывался кучей таблеток кучу медикаментов добавлял в тот же свой раствор за год я пришел к тому то что я ну я понял что скоро умру через год я реально понимал что скоро умру я решил такой легкий способ меня как труса я решил просто уметь от наркотиков я дошел от того то что рассказал своей матери что я посадил говорю мам я я снова торчу я не хочу бросать я не буду бросать и скоро я умру от вещества ну как бы быть готова к тому что ну естественно я причинил огромную боль матери этого она плакала она говорила что он покочит собой я на это не обращал внимание я была такой степени был затуманен мозг я продолжал употреблять доза выросла вообще катастрофически я понял что я не смогу себя убить просто наркотиками у меня не получается их употребляю и они толком не доставляют никакого удовольствия я не могу без них я не могу себя убить через полтора года употребления я понял что мне невозможно жить самому собой просто невозможно я решил покушать же самоубийством повесил себе веревку проверил ее ну все пришло к трудному убеждению что я вешаюсь это пришла голову мысль то что ну раз и вешать почему мне последний раз не употребить я позвонил барыги мне привезли вещество начал употреблять ночь про потреблял утром я отошел немножко и понял что вообще на самом деле я до такой степени я не принадлежу сам себе то что даже не могу покончить с собой мне возможно собой жить не могу покончить собой не взираю на то что я разрушаю семью свою полностью это они не говорят о том то что как я вел себя ну не то ни в рамках семья немножко дальше не стыдно было выходить просто из комнаты сына было выходить на улицу невозможно находиться самому собой вот тогда я понял то что нужно что то делать я не знал что как только меня попускали наркотики не было чувство жуткого дискомфорта ненависти к себе то что там то какого-то аж лютой ненависти я не знал что с тобой сделать но я хотел себя убить не мог и не мог это сделать был разговор с родителями они мне сами предложили помощь но тем не менее вот тот опыт мой отказа от наркотиков савса самому подсказывал мне что я смогу это бросить значит просто я проявляю где-то слабость значит просто я не нужно нужно где-то черпать силы как-то ста сильнее меня получится всегда получалось это продлилось еще полгода полгода это самые ужасные мои полгода потому что я я бросал я пройдет держался 5-7 дней потом там разные причины то сны вообще непонятные сны причем сны как как наиву что я уже употребил уже ко мне кто-то приходил я употребил но мало я себя жутко ругал что я сорвался но думаю еще раз еще возьму и потом я понимал что что-то не то происходит у меня сон и я все смешалось в одно в одну в одну в одну кучу я и и спать не мог и не спать не мог до продлилась полгода я пробовал уезжать уезжал уже в брату в деревню там прямо начинал физически работать чтобы это как-то спотом это вот вышло у меня через три недели я становился крепче нормализовался сон по приезду сюда я опять себе позволял раз употребить почему-то считал что я же с этим справился я уезжал к родственникам на побережье там тоже около месяца строили дом я помогал строил вот тот момент я понял что вообще в живые в обществе жить невозможно я возвращаюсь сюда у меня есть твердое убеждение больше не употреблять у меня был опыт того что я позволил себе один раз и слетел я приехал и решил что больше вообще не буду поднявшись домой на листнице площадке я встретил человека который распространяет вещество я не знаю как мне в секунду пришла в голову мысль если даже скорее всего это мы спеша сразу с действием я подошел к нему поздоровался и взял у него вещество я уже потом зайти зайдя домой это на тот момент жил с девочкой но очень долго пыталась помочь мне как-то я зашел домой и понимаю что не пойму не могу понять для чего вообще его взял ну я только пришел себя я понимаю что нельзя делать ни разу ну вот я уже взял она мне на руках я понимаю что я не могу его делать хотя бы потому что санряда со мной девочка моя моя любимая девочка она это все увидит я решил это просто отложить отложить до утра она основа я не мог уснуть и дождался пока нас нет начал употреблять 5 скандал на утро повернулся ушел но я столкнулся с тем то что ничего не могу сделать ну совершенно чтобы я не делал мне не получается ну и последний до мой последний шанс я все-таки принял помощь я пришел домой сказал что я не могу ничего не получается совершенно ничего и не знаю что делать просто поднял руки попросил помощи и так и попал в программу